всем привет это профи и в эфире информационно аналитическая программа итоги недели прежде чем мы начнем я прошу вас уважаемые зрители подпишитесь на наш канал и поставьте лайк этому видео это нужно для алгоритма платформы youtube чтобы как можно больше людей увидели это видео и узнали что в республике башкорту стан есть независимая журналистика есть независимое мнение и независимое что самое главное аналитикам в этом выпуске желчь хабирова начались репрессии власти троллят и покупают лояльность баймак никуштау политический пассианц кто станет новым главой республики и многое другое поехали желчь хабирова начну с официальных новостей и прошедшего в понедельник 22 января оперативного совещания в правительстве республики башкорту стан она прошла в полном составе я говорю о руководителях которые сидят в президиуме это был злой хабиров деловой назар фей вечно хмур и без настроения константин борисович толкачу сразу скажу тяжело и неприятно было в этот раз смотреть оперативку каждый раз я ее смотрю это официальное мероприятие не только для того чтобы потом вам рассказать проанализировать а чтобы даже получить какое-то удовольствие там бывает иногда и весело но не в этот раз все часовое оперативное совещание не покидала какое-то гнетущее ощущение такое чувство всегда возникает когда перед тобой вот злой человек который вот-вот лопнет и собс от собственной злости лопнет и забрызжет все вокруг собственной злостью собственных желчью когда смотришь вот качественно сделанный фильм ужасов или триллер то возникает стойкое ощущение что кровь льется с экрана телевизора ну наверное бывало дал вас такое физически ощущается мастерство кинематографистов и также буквально физически ощущалось насколько злой был на оперативном совещании ради фаритович хабиров желчь лилась вот прямо с экрана с монитор будучи злым ради фаритович начал оперативку с того что продемонстрировал некий пятиминутный фильм об экстремизме в башкирии он этот ролик выкладывал из своих соцсетях что могу сказать ролик мерзкий в плане качества и в плане контента но наверное там считают что он хорош для запудривания мозгов простых людей которые смотрят зрители роли кстати изготовлен по всем правилам пропаганды когда слова вырываются из контекста одни слова якобы когда говорит другой человек и складывается вот такое ощущение что файлов сынов за то чтобы отделить республику от соса от страны хотя известно что это не так удивительно то что после ситуации в баймаке хабиров ездил в хайбулинский и баймакский районы но не встречался с людьми по нашей информации он в местной школе поздоровался семилетним ребенком который в ответ ему ответил свободу алсынов после этого ради фаритович сделал одиночные все это видели снимки на пустой улице и собственно все после этого он приехал уже в дюрделинский район татарский как пишут соцсетях там он буквально жаловался на якобы сепаратистов башкир из-за уралия зачем интересно вот это вот столкновение народов лобами для чего это делается непонятно что касается отделение республики башкор тустан то насколько я знаю кроме иноагента и экстремиста террориста рустама габасова зарабатывающим на западе деньги про это вообще всерьез никто не говорит теперь хабиров запустил эту плохую незаконную идею в информационное поле странно согласитесь особенно для такого опытного как он функционера политического деятеля почему я это всерьез говорю обо всем это ни в коем случае не оправдывал людей внесенных в разного рода списки экстремистов террористов людей осужденных по тяжелым статьям которые были показаны в этом непонятном кино я хочу спросить ради фаритовича а при чем здесь вообще все это дело то что вся злость хабирова на оперативке и демонстрация того пятиминутно вот это вот мерзкого и фильма были приурочены напомню вам несогласованным многотысячным акциям поддержки которые люди выразили оказали внесенному накануне жесткого сурового приговора список экстремистов и террористов или алсынов у которого приговорили к четырем годам тюрьмы к больше по большому счету за то что он выступал против хищнического освоения природных ресурсов родного башкортостана если это и есть экстремизм туда все понятно конечно же но ведь это не так с каких пор защита природы родного края защита людей стали экстремизмом поэтому демонстрация наспись сделанного на коленке фильма это вообще было не к месту и не не в тему вообще вот ни разу чиновников присутствующих на оперативке в здании цура даже в каком-то смысле стало жалко что их заставили вот это все смотреть и уж если возвращаться к тому фильму слова и на агента террориста габасова приписали алсынову то выходит что сегодняшние слова и на агента ростислава мурзагула также можно в принципе взять и приписать радио фаритович по аналогии ну так ведь она получается если логически и и кстати эту мысль знаете какая вот пришла сейчас файл алсынов по своему уголовного делу свой четырехлетний приговор ждал ведь как под подпиской о невыезде на свободе я его гуляющим по уфе видел то есть что оно получается экстремиста террорист которого вроде бы поймали и даже завели на него уголовное дело он свободно разгуливал по столице солнечного башкортостана ну так же она получается вы с ума сошли где уголовные дела за халатность в отношении должностных лиц которые допустили что экстремисты террорист полгода до приговора по улицам республики шатался ну как так-то ребят как-то вот несерьезно вы работаете получается далее ради фаритович перешел к угрозам мне искренне жаль тех нелепых глупышей которые принимали участие поднимали руку на сотрудников правоохранительных органов они понесут наказание глупыми людьми я замечу ради фаритович это так он сказал да назвал не кого-то из своего окружения которые по сути допустили все то что произошло опять тире 10 тысяч человек которые непосредственно вышли на несанкционированные акции протеста и поддержки алсы но и десятки тысяч людей которые не вышли а были дома на работе но сердце и душой были с товарищами сердцем и душой были за родной башкортостан давайте вещи называть своими именами на оперативке ради фаритович назвал стадом тупых баранов весь народ республики башкортостан а народ ведь может и не простить и напомнить например например в сентябре следующего года хотя ради фаритовича до сентября следующего года в ранге главы республики почти пока еще как до китая пешком все это тоже понимают что касается применения насилия в отношении представителей власти и особенно правоохранительных структур о чем говорил глава это действительно понятное дело серьезно правонарушение если кто-то в этом повинен наказание они понесут это очевидно но не очевидно понесут ли наказание кто-то из чиновников администрации главы которые очевидно скорее всего и готовили провокатора для столкновения простых людей с омоном и собром точнее и это тоже очевидно никто конечно же за это никакой ответственности не понесет по одной из версий провокациями занималась администрация главы республики в лице якобы лично урала кельсиньбаева замглавы выходит что он и есть главное зачищем беспорядков так получается а где уголовное дело кстати по итогам акции 17 января баймаки 19 числа в уфе протоколы оформлены в количестве в количестве более 100 кого-то оштрафовали кого-то административно арестовали на несколько суток есть и уголовные дела за организацию несанкционированных массовых мероприятий и применение насилия в отношении представителей власти ради хабиров продолжая свой спич после того пятиминутного мерзкого фильма сказал что теперь они будут говорить про этих людей про экстремистов и террористов рассказывать про них таким макарова ради фаритович вы ведь вообще всех несогласных с вами в террористов запишите ну так ведь она не бывает глава видимо чтобы рассказывать правильную правительственную позицию доводить все до людей сказал главам муниципалитетов следующее давайте из кабинетов выходите проводите управдом и начинайте с людьми встречаться потому что вакуум который возникает между вами руководителями и людьми заполняет вот такие вот люди конец цитаты я же вот что хочу сказать руководители муниципалитетов они же в основном ну они из местных если между руководителями муниципалитетов и жителями этих повторю муниципалитетов начнется настоящий диалог он же может привести к другим последствиям которые могут и расстроить построить нынешнего главу ведь если начнется реальный диалог людей и власти на местах на местах из этих мест могут и начнут расти новые популярные в народе политики не осмотрительного ради фаридович в этот раз что-то такое предложили ой как неосмотрительно и вообще что же она получается политикой теперь будут заниматься главы муниципалитетов так что ли а может быть хватит уже экстремистов и террористов искать пусть этим фсб и прокуратура правоохранительные органы занимаются у вас он еще снег не чищен и трубы везде рвутся что касается этих протестов многих бывших теперь уже наших соотечественников ныне живущих на западе удивляет что простые люди обращаются за помощью президенту владимиру путину мол наивный народ а вот x главред эхо москвы уфе максим курников на мой взгляд совершенно справедливо считает что обращение за защитой от местного беспредела к владимиру путину это тоже форма протеста вот что он сказал а как они должны показать что они не собираются ничего громить ничего никого и бить что они не против закона понятно как конечно же обращаясь к владимир владимирович путину который в этой системе гарант конституции конец цитаты за этим люди идут за защитой собственно в сети появилось якобы письмо написанное и подписанное главой республики башкортостан радием хабировым на имя председателя следственного комитета россии александра бастрыкина в нем написано что хабиров якобы просят главного следователя всея руси ужесточить наказание вынесть внесенного список экстремистов и террористов аэлю алсынова мол четыре года за разжигание розни и сверх того что просил прокурора этого слишком мало надо бы побольше я вот не берусь утверждать что это письмо может быть настоящим вполне вероятно что она фейковая но и я не удивлюсь если она кажется настоящим потому что все идет в одном векторе и вектор этот называется репрессии давно много лет мы не слышали эти слов до первой жертвой репрессии стал человек который всегда считали и продолжает на рассчитать вполне себе про хабировский провластным даже членом провластного пула который в который входят приближенные лица это общественник и предприниматель а до вторника этой недели еще и член совета по правам человека при главе башкирии азамат галян как раз 23 числа него оттуда из испече исключили без объяснения что называется причин найти эти причины попытался он сам галин и вот что он нам сказал я допускаю что выведение меня из состава из печи связано с тем что я имел противоположную диаметральную позицию по отношению к тому что происходит сфере регулирования национальной политики серии взаимодействия с общественными активистами я был не согласен с тем что тип процессы которые последние дни происходили я считаю что они были вызваны искусственно по словам галин а ему лично никто никаких объяснений по поводу исключения из испечения давал при этом факт выведения его из состава совета он назвал вполне себе предсказуемым я считаю что ради хамиров а искусственно создает конфликты с башкирской общественностью и потом мужественно с ними борется так он создает себе имидж ореол борца с национализмом и экстремизмом и считает что в кремле он за это получит мандат на второй срок добавил азамат галин в интервью изданию пруфы осенью прошлого года он азамат галин говорил что с общественниками но вот внесенного список террористов и экстремистов афаэлем алсыновым и другими лучше договариваться лучше вести диалог и через них доводить до людей идею руководства республики какие-то объяснять проекты ну то есть работать на позитив а не негатив вот так он говорил но вместо этого азамат и галина заменили на поэтессу и редактора детского журнала агбузат ларису абдулину надеемся что в отношении бывшего правозащитника репрессия на этом закончится а вообще надеемся что никого они больше не коснуться хотя вспоминая понедельничную ярость желчную ярость ради фаритовича я в этом уже не уверен к слову вас печи азамат галин занимался в том числе защиты прав предпринимателей и взаимодействием с общественной наблюдательной комиссии о н.к. которая занимается правами арестантов ну что ж выходит что правами бизнесменов и сидельцев теперь будет заниматься детская поэтесса л логика хабирова как она есть а что касается репрессии ту уже много свидетельств того что людей по прошествии недели с лишним событий в баймаке и уфе буквально выхватывают из домов из теплых постелей люди пропадают это что же получается черные воронки уже ездят по ночам мы уже дожили до тех времен когда люди снова боятся визга тормозов машин у подъезда они за ними ли приехали а происходящим не могут молчать активисты альфия султанова кандидат исторических наук археолог защитник памятника мирового значения городища уфа-2 также высказалась вот ее слова приводим полностью ради фаритович эту кашу заварили вы исключительно ваша вина в том что события переросли в подобные волнения и вам предстоит решить эту проблему это ваша обязанность но не такими методами и если вы считаете что алсинов отец четверых детей один из которых грудной пошел на самоубийство в кавычках выступая в века активистских мероприятиях выголка боку ошибаетесь он выполнял ту задачу которая который считает важной и ваше стремление убрать его как народного лидера переросло любые возможные пути политической деятельности решайте проблему если не хотите остаться в памяти людской палачом башкирского народа конец цитаты я уверен убежден прям практически на сто процентов есть люди которые искренне не подолго вот реально искренне поддерживают ради фаритовича хабирова и что даже эти люди я не знаю сколько их там полтора человека или 15 человек готовы выйти на митинг в поддержку своего горячо любимого руководителя но вот я ни разу не видел таких вот митингов таких вот сборишь за пять лет что ради фаритович руководит республикой ни разу не было такого чтобы люди сами по своей воле выходили на митинге поддержки зато про про властные вот эти вот митинги концерты сборище слышали все и вот такой митинг концерт идет вот прямо сейчас в эту минуту в эти минуты когда я вам про это рассказываю перед телецентром все это происходит митинг-концерт на который со всей республики со всех районов муниципалитетов по разнарядке скажу предприятие по столько-то людей автобусами свезли бедных несчастных людей которые стоят на морозе должны излучать улыбки радости и счастья в поддержку дорогого ради фаритовича о том как обычно происходит сбор на такие митинги поддержки в кавычках в интернете уже более чем достаточно скринов переписки по этому поводу где люди жалуются что он свозит заставляет и так далее еще подобные провластные мероприятия оставляет без ответа множество вопросов например о том сняты ли к видны и ограничения на которые обязательно сошлются власти если вы вдруг соберетесь собраться больше трех и попросите на это разрешение не разрешат а тут уведомление о проведении митинга очевидно было оформлено глубоко заранее задним числом но как обычно провинившиеся полицейских задним числом увольняют все же знаю да так же и здесь денежный вопрос как бы ни было неприятно его задавать но он есть пока люди отдыхают кавычках на битинге концерта в рабочее время время тикает тикает зарплата поскольку люди бюджетники то за их нахождение на концерте платим мы с вами из своего концерка кармана схирали я не согласен платить им за это как не согласен оплачивать аренду аппаратуры гонорары певцам музыкантам это миллион десятки миллионов людей на самом деле платить сверхурочную зарплату полицейским которые стоят сейчас в кордоне на митинге следят за порядком считайте ты нашим официальным обращением в прокуратуру необходимо значит посчитать стоимость организации вот этого провластного мероприятия митинга концерта в поддержку хабира и возложите обязанность по оплате всех расходов лично на ради фаритовича его же поддержать приехали якобы да это было бы я считаю и по закону и по справедливости а еще говорят что ради фаритович кому-то там якобы задним числом повысил зарплату но как оказалось не всем нам в редакцию пруфы позвонила женщина учительцы и сказала что ей никто никакую зарплату не повышал но нельзя же так своих-то кидать по мелочи ну и самое главное зачем вообще нужно делать этот митинг вот для кого для москвы так они сами все понимают прекрасно они прекрасно знают реальный уровень поддержки главы кому масло в глаза заливать предназначено собственному народу что ли так и простые люди тоже все прекрасно знают все прекрасно понимают что происходит и даже вот те кто есть прямо сейчас стоят на концерте и вот это радостно вот этого делают да в ладоши бьют в поддержку ради фаритович и даже они все прекрасно понимаю тогда спрашивается зачем вот когда уже все утряслось утихомирность прошли все эти митинги несанкционированные акции так далее вот зачем снова провоцировать людей собирать вот эти толпы толпы большие же ничего не учат до ради фаритович зачем зато в новостях нам конечно же расскажут как в пятницу все прекрасно прошло ради фаритовичу я бы дал совету сходите во вконтакте например да в комментариях там к разным постам и вы узнаете реальную любовь к себе реальную поддержку вас не благодарить покупка лояльности хабировскими властями ведется по всем направлениям причем покупка в настоящем смысле это не запугивание несчастных бюджетников которых выводят под страхом разного рода дисциплинарных вот этих вот казней на про хабировские митинги которого прямо сейчас идет это реальные траты на огромных бюджетных денег миллионы и миллионы рублей на показ и благостной в кавычках картины происходящего в сми и социальных сетях это не просто домысл с тем как это происходит с нами поделился человек который изнутри вот изнутри знает как это все происходит но есть видимо у человека немного совести вот он нам все это и рассказал происходит все это в том числе через тур центр управления республикой формально эта структура руководимая до ареста за предполагаемое мошенничество еленой прочаковской прозванной наушницей хабировой да и просто порчей она призвана реагировать и решать ну жалобы жителей республики на те или иные безобразия там с транспортным автобусов нет коммуналка и подъезды грязные и так далее но помимо этого как оказалось в том числе через эту структуру скорее всего он закупались позитивные закупаются позитивные новости о деятельности лично ранее хабирова на посту главы закупался также посев хвалебных хвалебных постов социальных сетях в контакте одноклассники телеграмм и так далее пассив это репост хвалебного поста в различных группах на всей территории башкортостан услышано там там и так далее да что это делается именно так я подтверждаю я лично видел как это делается в одной из фирм которые оказывают соответствующие информационные услуги это действительно все соответствует действительности также как полагает наш собеседник за бюджетные деньги и немалые закупаются не только хвалебные но и негативные посты особенно в телеграмм но в данном случае негатив покупается своих федеральных телеграмм каналах не в сторону хабира в сторону его оппонентов включая в независимых журналистов даже так это вот распространение низкой ниже плинтуса по качеству разного рода но такой вот эдакой информации якобы соответствующей действительности замаскированы под расследование под аналитику вообще конечно же когда глава в региона борется с журналистами активистами это он прежде всего себя не уважает но этого к сожалению никто там не понимает а кто понимает тут почитает молчать дешево продавая остатки своей совести баймак и непрощенная пощечина куштау еще одно откровение человека из ближнего круга поражает прежде всего своим ну собственно откровением циничным откровением человек очень близко знакомый с ситуацией рассказывает чем близки и чем отличаются две ситуации на куштау в августе 2020 и в баймаке в январе 2024 вот что он говорит мы знаем протесты за сохранение куштау в августе двадцатого года зрели давно долго но несмотря на это местные власти башкирии оказались не готовы к столь массовому выступлению защитников шаханов в результате самонадеянные ради хабиров со своей командой проиграли в публичном поле простым людям которые вышли защищать свою землю спасли его от полного фиаско только федералы но в москве возникло понимание того что команды главы радио рб главы не контролируя ситуацию в регионе через три с половиной года ситуация практически повторяется в баймаке совпадение это или закономерность если привести параллели между этими событиями становится очевидно что не совпадение конец цитата мошкинский белый дом и лично ради хабиров считали тогда тогда что победить зреющий протест удастся дискредитации некоторых его лидеров мол никто из простых людей не пойдет же за дискредитированными лидерами однако реальность для хабирова и его команды тогда оказалось совсем иной и люди пошли за своими лидерами и противопостояние он проиграл слову противостояние то длилось всего пару дней хабиров буквально ткнули носом происходящие в маске и заставили стоя под дождем включить заднюю такую звонку пощечин он простить не смог этой пощечине которую власть не простит он также об этой пощечине говорил и азамат галин исключенный из состава из печи в том числе за это так вот ради хабиров решил действовать более жестко на этот раз обвиняя тысячи людей буквально в сотрудничестве с врагами страны чего в принципе быть не может но не столько для того чтобы погасить протест а сколько прежде всего для того чтобы элементарно поквитаться за ту еще обиду нанесенную ему три с половиной года назад на куштау сам хабиров начал распространять версию что несанкционированные акции в баймаке это происки западных спецслужб и врагов страны но не может говорить наш собеседник такого быть что ты сотни тысяч людей баймаке были агентами влияния запада это далекая башкирская глубинка день и то что интернет там дорог даже не везде есть дороги доехать оттуда из уфы приключения на целый день но под шумок этой версии можно осветить и надолго вывести из общественной деятельности максимальное количество неугодных хабиров активистов перед выборами в сентябре текущего года да и перед москвой хорошая отговорка это не народное волнение против нас работают целые спецслужбы недружеских стран исходя из этого можно прогнозировать что преследование любить любители поиграть снежки скажем так продолжится но теперь это будут уже точечные задержания это никак не нивелирует тот внутренний протест глубинного народа большинство людей вероятно выходили не в поддержку конкретного активиста конкретного человека в защиту природы экологии и против варварской разработки полезных ископаемых если дальше власть не захочет на не захочет разговаривать и советоваться с жителями по таким важным вопросом протест будет накапливаться и прорвется где-то в другом месте так считает наш собеседник человек из ближайшего окружения главы республики башкортостан политический пассианс кто может стать главой башкортостана вот на фоне последних событий связанных с несанкционированными сходами жителей башкортостана в поддержку внесенного список экстремистов и террористов айля алсынова все больше говорят о политической судьбе башлыги башкортостана ради хабирова кто-то даже предполагает что на его политической карьере уже пора ставить крест или перекрести да хотя бы так это или не так если политическое будущее у ради фарича или нет мы не просто можем мы профессионально обязаны проанализировать пол возможных претендентов на пост главы башкортостана в экспериментальной программе которая называется политический пассианс мы с моим коллега рамелем рахматовым как раз и порассуждали о возможных главенствующих перспективах так или иначе политических игроков бывших и нынешних среди рассмотренных кандидатур к примеру экс-сенатор от республики башкортостан эрик рейлалов бывший министр строительства хамид мавлияров экс-премьер раэль сабаев и нынешний премьер андрей назаров взять игоря ивановича тимирбулат каримов 1 вице губернатор забайкалья марат мир хайдаров и вице губернатор свердловской области азат салихов экс-чиновница и сестра министр финансов башкирии делара гундорова глава банка россии эльвира дабиулина фимский мэр ратмир мавлиев и другие товарищи насколько высоко оцениваются шансы тех или иных политических персон можно посмотреть в первом выпуске программы его уже посмотрели более 60 тысяч человек если вы еще не видели обязательно посмотрите не устану повторять такого вам больше никто и нигде не покажет не расскажет и тем более не проанализирует к счастью наша жизнь не сводится только к наблюдению за тем какие глупости к сожалению творит и вытворяет республиканская власть мире происходит еще и много другого важного и интересного чего не следует пропускать я имею ввиду новости которые не относятся напрямую к общественно-политической текущей повестке ну вот например американские киноакадемики объявили шорт-листы по номинациям на премию оскар вручение которых состоится в начале 10 я не помню в начале марта этого года совсем скоро о том кого номинировали читайте в нашем телеграм-канале однажды в башкирии также читайте о том что в отношении проводницы по чьей злой вине лишился раза всех девяти жизни котик твикс до сих пор проводится проверка которая может закончиться реальным возбуждением уголовного дела по статье за жестокое обращение с животными на площадке пруфы . рф вышли ряд интересных материалов например о том что почему не всегда работает метод just do it всем известен конечно же слоган одной известной фирмы just do it что переводится как и иди подними уже задницу свою и сделай это это вот такая психологическая мотивировка к действию к тому чтобы уже начать что-то делать например начать работать начать менять что-то своей жизни и так далее казалось бы ну ничего мудреного но оказалось что just do it вообще не всегда работает а прокрастинации иногда и побеждает мы решили узнать у психолога консультанта натальи павловой действительно ли совет просто возьми и сделай то что уже давно хотела там спорт хобби мечта какая-то подходит все мы задали и вопросы про мотиве мотивацию продуктивность и так далее и как грамотно сочетать в жизни все свои интересы также на портале пруфы вышло интервью с издателем глянцевого журнала оксаков это такая знаете история современные золушки которая несмотря на ненависть хейт людей пробилась из однушки в этот самый глянец который как оказалось все-таки существует его читают его он издается и про голову вечеринку в этом интере тоже есть а директором юридической фирмы окбанкрот мы поговорили о том как происходит процедура банкротства физического лица и вообще для чего это нужно обязательно ли банкротится и на что надо обратить внимание вы вот знали например что если 40 процентов от 40 процентов ваших доходов идут на уплату кредитов то вам уже пора связаться с юристом по банкротству не знали вот теперь знаете но в конце все-таки хочу еще раз напомнить что чего бы радостного и веселого в этом мире не происходило все это определяется общественно-политической повесткой так или иначе игнорировать которую но просто нельзя как нельзя игнорирует то что со всеми нами делает сегодня наша республиканская власть стравливая друг с другом людей обманывая на каждом углу и подвергая репрессиям даже тех кто этой власти ничего дурного не сделал такова жизнь селяли как французы говорят но вы все вместе должны верить что справедливость рано или поздно восторжествует мы в это верим люди в это верят так обязательно будет друзья подписывайтесь на наш канал в ю тубе на наш телеграм-канал однажды башкирии и вы всегда будете в курсе самых важных самых интересных самых самых событий поставьте лайк этому видео чтобы как можно больше людей увидели независимое мнение увидимся через неделю пока удачи